Перед вами популярное бразильское приложение Fogo Cruzado. А это маленький мальчик Бенджамин. Его родители не пользовались Fogo Cruzado, и в результате он умер от пулевых ранений прямо на руках у своей матери. Он трижды вздохнул. Тогда я сказал, пожалуйста, не оставляй маму. Что за странное приложение? И еще, что это за детская бутылочка с соской в форме члена? И как она связана с президентом страны? Что не так с джопой вот этой девочки из клипа Дрейка? И как все это связано с тем, что Бразилия является самой крупной страной-наркобарыгой во всем мире? Это Бразилия. Страна шикарных небоскребов, вертолетного такси, бомжей, наркоманов, валяющихся на улицах, отстойных фавел, массовых перестрелок, ограблений и совершенно обезбашенной коррупции. Fogo Cruzado в переводе означает «перекрестный огонь». Это непривычное для нас приложение «Навигатор», которое прокладывает путь в объезд перестрелок между местными бандами и полицией. Ведь если вы живете в Бразилии, речь идет не о том, чтобы добраться быстрее, а лишь о том, чтобы добраться живым. Смотрите, на этой крыше лежит плакат «Не стреляйте, тут дети». Здесь находятся школы, ученики которой регулярно становятся свидетелями криминальных разборок и уже привычным отрепетированным движением ложатся штабелями на пол и могут провести целый день лежа на полу. Ведь ни бандиты, ни полицейские не испытывают недостатка в боеприпасах. Сегодня сложно найти кого-то, кто не вовлечен в это. Здесь всегда кто-то продает боеприпасы, снаряжение, винтовки и так далее. Но возникает вопрос, почему плакат находится на крыше? Что ж, тут дело в том, что путь до преступного логова невероятно опасен, даже для вооруженных до зубов копов. Поэтому часто они предпочитают открывать огонь прямо с вертолетов. Поэтому местные жители, женщины, дети и другие невинные прохожие регулярно попадают под шальную пулю полицейских, занимаясь повседневными делами. Сейчас я говорю о бразильских фавелах. Это отдельные государства в государстве. В середине 16 века в Бразилию было заведено в 11 раз больше африканских рабов, чем в Америку. В 1888 году рабство было отменено, а получившие свободу не... Отстраивают города на холмах безо всякого контроля государства. И вот результат сегодня. Я даже не буду заикаться о том, что здесь нет общественного транспорта или водоснабжения. У них нет канализации, у них нет прах на жилье, у них вообще ничего нет. Тут скорее речь о том, что без контроля построек местными МЧСниками Любой неудачно выброшенный сигарет на Акурах хранит заживо сотни и тысячи человек целыми семьями. Мощный пожар в фавелах бразильского Сан-Паулу лишил крыши над головой более 2000 человек. Огонь затронул площадь в 5000 квадратных метров. По разным оценкам в этих отстойниках живет каждый четвертый житель Рио-де-Жанейро. Наркоманы, убийцы и прочие преступники гуляют здесь прямо по улицам с автоматами наперевес. Во время этой презентации мне также показали, как действуют небольшие группы людей с оружием в руках. И как они бродят по фавелам. А тяжелые наркотики здесь купить не сложнее, чем жвачку. Уверен, бандиты из фавел вам представляются обезбашенными головорезами, терроризирующими бедный народ. А полицейские защитниками закона и порядка. Но в этой стране добро и зло смешалось настолько, что стало совершенно неразличимо. Посмотрите, пацан никак не сопротивляется. Но копы, даже не постеснявшись камер международных журналистов, учняют над ним самосуд. По оценкам Human Rights Watch, на 37 тысяч арестов, казалось бы, довольно злобных американских копов, приходится одно убийство. Тогда как в Рио этот показатель составляет совершенно сумасшедшие 23 ареста на одно убийство. Сами фавелы здесь принято называть субнормальными агломерациями, а полицейские гноцид жителей операциями по умиротворению. Например, в этой прогосударственной статье слово умиротворение встречается аж 17 раз. При этом сами бандиты часто оплачивают жителям фавел лечение, покупают продукты и так далее. Поэтому большинство жителей фавел больше боятся именно копов, а не вот этих пацанов с автоматами. Кто-то скажет, что своими нарративами я нормализую криминал, а полиция просто работает в жестких условиях и винить бы их не стоило. Однако я все же буду винить по целым двум причинам. Первая причина в том, что все, что отличает Бразилии копа от бандита, это форма с погонами. В остальном они точно так же занимаются похищениями людей, участвуют в наркосхемах и облагают местные мелкие бизнесы данью за крышу после умиротворения очередного района фавел. А иногда они и вовсе являются инструментом одной банды для расправы над другой. Объясняя вторую причину, я покажу вам вот эту карту. Смотрите, Бразилия делит границу с тремя мировыми лидерами по производству наркоты в мире. Перу, Боливии и Колумбии. Это настоящая комбо. Но даже это еще не все. Посмотрите, насколько тяжело было бы перевести все эти вещества в Европу из этих стран. И насколько это легко сделать из бразильского порта. А вот статья об изъятии. Вдумайтесь, 47 тонн кокаина – это потрясающие цифры. Для понимания, нелетальная доза составляет порядка 200 мг на человека. Иначе говоря, этим дерьмом могли бы одномоментно обгибаться все население Бельгии, Румынии, Италии, Германии, Польши, Финляндии, Чехии, Словакии, Словении и Ирландии одновременно. И это включает детей, стариков, беременных, женщин и вообще всех. Таким образом, обеспечивая 80% всего европейского кокаина, преступникам Бразилии всегда будет хватать бабла, чтобы вербовать людей, покупать оружие и даже чиновников. Но поверьте, я за честный бизнес и легальный приличный заработок. Именно поэтому я рекомендую вам онлайн-курс Skill Factory, специалист по кибербезопасности. И давайте сразу по бабкам. Согласно данным Хаббер Карьера, средняя зарплата такого специалиста – порядка 120 тысяч рублей. И это не предел. Специалисты по кибербезопасности защищают IT-системы от злома, которые приводят к сбоям в работе и утечкам данных. Также они проектируют и поддерживают внутренние системы компаний, тестируют веб-сервисы и приложения, чтобы найти и устранить уязвимости до того, как о них узнают злоумышленники. Строс на таких специалистов только увеличивается. В первом квартале 2004 года он вырос в два раза по сравнению с 2023 годом. И нужны они везде. В IT-компаниях, банках, логистике, телекоме, медицине, на производствах и даже в госучреждениях. Главное же отличие Skill Factory – это погружение студентов в реальные задачи прямо во время обучения. Студенты под руководством практикующих менторов из индустрии решают реальные кейсы с техническим заданием от компаний-партнеров, участвуют в хакатонах и командных проектах. Курс на целых 70% состоит из таких практических задач. Преподавать будут практикующие специалисты из Сбера, МТС и МИФИ. Обучение вы проходите в своем темпе, ведь программа ориентирована на тех, кто работает и хочет сам регулировать нагрузку. Ну а после обучения вы получите диплом о перебогготовке от Skill Factory и удостоверение гособразца от МИФИ. Словом, я лично считаю, что думать тут нечего. Просто переходи по ссылке в описании или отсканируй QR-код на экране. А для зрителей моего канала будет скидка в 45% по промо-коду TONYTUT. Изучайте и помните, что Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Но возникает вопрос, а как хитрым преступникам удается провозить целые тонны кокса через границу той же Колумбии, аж до самого порта Сан-Паулу, минуя неприступных пограничников и тщательные проверки? Сейчас расскажу. Посмотрите, этот украинский журналист фасует по пакетам аж 3 килограмма муки, имитируя вещества. А потом садится в обоссанную общественную маршрутку и без единой проверки пересекает границу с Колумбией. Вот, друзья, граница. Вот я вижу табличка. Мы покидаем Бразилию. Вот полицейский я вижу. Через границу мы проехали даже не притормозив. Одному ли мне кажется нелогичным вот так пропускать тонны наркоты через границу, чтобы потом умиротворять свинцом жителей фавел? Обязательно напишите свой ответ в комментариях. Я часто слышу обвинения в однобокости моих роликов. Ведь Бразилия — это не только фавелы, а еще и красивые пляжи с высотными домами, смуглые красавицы с шикарными жопами и потрясающе красивый футбол. Но во всем из перечисленного есть охренеть какие загвоздки. И сейчас я расскажу о них. В 2014 году Бразилия была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, а в 2016 и Олимпийских игр. И посмотрите на гостеприимный прием от Бразилии. На этом видео мы видим подростков, которые пытаются отнять у туриста телефон. После первой неудачной попытки мужик испугался, и увидев испуг, эти конченые гиены начинают его догонять. И это не фавелы, это обычные бразильские улицы в канун большого международного праздника. Смотрите, вот этот мужик тоже показал страх, поэтому мразь кидает его на асфальт и там же грабит. Но посмотрите, как мгновенно вот этот недочеловек дает заднюю, встретив отпор. Ну а если вы сели, например, в автобус и решили, что тут можно наконец позалипать в телефон, то не забудьте закрыть окно. Но, пожалуй, самое интересное в этом видео это то, что в нем аж 27 эпизодов ограблений, и все они происходят на одной и той же улице. Полиции просто наплевать. К слову, на следующем чемпионате мира 2018 года уже мы встречали бразильцев и справились, на мой взгляд, безупречно. Но и не только, на мой взгляд. Вот комментарий бразильца. Бразилия чемпион! Россия! Охуяна, братан! Охуяна! Интересно, что саму новость о проведении главного футбольного торжества граждане страны, в которой этот спорт считают второй религией, восприняли резко отрицательно. Ведь бразильцы отлично понимали, что и так небольшой бюджет просто не выдержит постройку огромной, дорогой и совершенно одноразовой инфраструктуры. А полиция останавливала людей на улицах, досматривая пакеты и конфисковывала огромное количество уксуса. Уксуса? Да, звучит бредово, пока вы не узнаете, что тряпка, пропитанная уксусом, отлично защищает дыхательные пути от слезоточивого газа, которым полицейские травили протестующих. Впоследствии запрет на уксус сняли, а бразильские салаты были спасены. Ну а итоги чемпионата мира оказались даже хуже ожиданий. В сочетании с кошмарной коррупцией праздник не принес людям ничего, кроме повышения цен на жилье, бензин и еду. Кто-то скажет, но зато хоть футбол и Олимпийские игры вживую посмотрели. Но нет, это не так. Я не знаю никого, кто купил бы билеты на Олимпийские игры. Я чуть было не купил его, но сказал, что нет. Сначала нужно сходить на рынок за продуктами. Мы смотрим Олимпийские игры на телевизоре. Кстати, на домашнем чемпионате мира страна великого футбола заклотнула у немцев со счетом 7-1. Пустые ворота! 4-0! Ну что ж вы творите-то? Еще до финального свистка униженные бразильцы массово сжигали флаги и автобусы, ограбили сотни туристов и просто обмародерили весь город. А сама страна залезла в огромные долги. Это одна из больных ироний Олимпийских игр. На это тратятся государственные деньги, а затем люди, заплатившие за мероприятие, лишаются возможности туда попасть. Хорошо, а как же вот эти картинки ухоженных высоток с аккуратными чистыми улицами? Да, все это есть и выглядит хорошо. Но только до тех пор, пока вы не зайдете за другую сторону здания. И этот концлагерный забор идеально символизирует еще одну глобальную проблему Бразилии. Безумное финансовое расслоение с шикарными пляжами и вертолетными такси по одну сторону и обоссанными районами, наполненными наркоманами по другую. Если вы можете на асфальте увидеть, это моча. Моча, да, вот это вот все. У меня внутри все переворачивается просто. Вот эти памятники, его просто весь оборудовали бездомные и живут вот так вот под памятником. И чтобы вы понимали, вот это вот все находится прямо вот около, ну в принципе, нормальных улиц, да? И рядом такая жесть. Полиция в таких районах, кстати, есть, но защищать она, конечно, никого не будет. Это чистый декор. Мы к полиции попросим, чтобы она нас выгуляла по Кракландии. Я к полиции подошел, передал просьбу, она говорит, мы не поедем, потому что их тут 25 тысяч, а нас только 4 человека, они перенадут машину с бандитами. При этом важно отметить, что все это безобразие не является следствием того, что Бразилия бедная страна. Более того, Бразилия вообще-то весьма богата и более того, стремительно богатеет. Смотрите, вот этот график показывает нам рост ВВП страны, и он отнюдь не выглядит плохо. Однако тут главная проблема в том, что все эти бабки капают только в карманы, которые уже и так забиты до отказа. Посмотрите, на этой карте выделены страны с большим финансовым неравенством. К слову, у нас с неравенством доходов тоже довольно хреново. Однако цифры Бразилии говорят о том, что в 2019 году 10% самых богатых людей заработали аж в 29 раз больше денег, чем 50% самых нищих. Такая картина в сочетании с отсутствием социальных лифтов порождает не только застанный асфальт, но и облегчает наркобизнесу набор новых сотрудников, которые готовы убивать или умирать, лишь бы иметь хоть какую-то еду в холодильнике. В таких условиях естественным и логичным решением проблемы неравенства является ввод прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы богатые платили больше налогов, а бедные платили меньше. Однако тут нищие, наоборот, платят почти в два раза больше налогов, чем богатые. Но почему так происходит? Ведь все же понимают, что финансовое расслоение негативно влияет на всю экономику и по итогу проигрывают все. Что ж, тут горькая правда в том, что хоть рабство и было отменено больше двух веков назад, в сознании властей и элит, жители трущоб и фавел, в их понимании так и остались рабами. И они просто не считают разумным принимать законы, которые отнимают деньги у белого человека и отдают их вонючему рабу. При этом они считают вполне разумным принять закон о разрешении проезда на красный сигнал светофора в темное время суток. Видите ли, водители слишком часто начали расстреливать с целью угона. Логично же, зачем решать проблему преступности, если можно просто ехать быстрее, чтобы в тебя было сложнее попасть. А, например, вот эта девушка заметила, что в преддверии Олимпийских игр правительство кардинально изменило автобусные маршруты. Зачем? Все просто, чтобы богатые туристы лишний раз не видели нищету, проезжая мимо трущоб. А вот, например, прекрасный Олимпийский парк рядом с Рио. Одной из проблем которого было то, что вонючая нищета жила слишком близко к этой территории, и чтобы богатые владельцы недвижимости не оскверняли свои глаза, глядя на голодных детей, всех их просто выселили из собственных домов вот сюда. На игры в Рио было потрачено по разным источникам от 12 до 20 миллиардов долларов, ни цент из которых не пошло на благоустройство бедных районов. Если, конечно, не считать благоустройством заборы, которыми все более плотно обносят эти районы, чтобы их было просто не видно. Мне стало интересно, а как выглядят кретины, которые принимают такие отстойные решения? И тут, наконец, все сошлось. Перед вами Жаир Болсонару. Самый яркий, расист, гомофоб и сексист из всех лидеров стран, которых мне доводилось видеть. Если сын начинает вести себя как педик, он получит сбучку, и это изменит его поведение. Португальцы никогда не ступали в Африку. Негры сами сдавались в рабство. Шлюха. Да, этот тип пиздел довольно много, и в итоге договорился до того, что его пырнули ножом на митинги за месяц до выборов. Вы спросите, как так вообще получилось, что народ Бразилии выбрал человека, который несет такую хрень, лидером страны? Ты называешь меня насильником? Ты называешь меня насильником? Ты слишком страшный для изнасилования. Я отвечу на вопрос. Но сначала вернемся к году чемпионата мира по футболу. Ведь именно в этом году происходит знаковое для Бразилии расследование под названием «Операция автомойка». Оно началось как рядовое, но в итоге вскрыло просто чудовищных масштабов коррупции на миллиарды долларов, в которые участвовали сенаторы, казначей рабочей партии, глава администрации президента и даже бывший президент Бразилии. И тут под свет прожекторов выходит Жаир Болсонаро с образом настоящего мужика, который хейтит геев, обкладывает хуями коррупционеров, не стесняясь в выражениях, ну и в целом выступая за радикальные методы. Именно этим он выгодно отличается от своих политкорректных оппонентов с соевыми нарративами, которые ассоциируются у бразильцев с бюрократией коррупции. Болсонаро также не стесняется еще больше очернять образ политкорректного чиновника. Например, в 2018 году этот псих распространяет в мессенджерах слух о своем политическом конкуренте Фернандо Хададе, о том, что тот якобы снабжает детские сады бутылочками с сосками в форме хуя, борясь таким образом с гомофобией. В 2019 году Болсонаро становится президентом, берет в руки ручку и говорит, я как президент буду использовать это оружие. После чего этот кретин подписывает этой же ручкой закон о легализации стволов в Бразилии, вследствие чего в этом же году количество насильственных убийств увеличивается на 7%, а количество убийств при задержании полиции увеличивается на 6%. И это несмотря на то, что еще до подписания закона количество насильственных убийств в Бразилии аж в три раза превышало среднемировой показатель. Более того, политика закручивания гаек не работает ни на одном фронте. Преступность процветает, нищие нищают, а чиновники все так же пиздят все, что плохо лежит. На следующих выборах 2022 года Жаир Болсонаро проигрывает кандидату Лула да Сильве и пытается устроить государственный переворот. И просто посмотрите на эту клоунаду. Фанатики Болсонаро срут в захваченном здании Капитолия, разбивают исторические реликвии, находят сумку, полную резиновых хуев и кляпов в кабинете судей Верховного суда. При этом одни полицейские катают на конях в толпе, размахивая дубинками, а других снимают с коней и пиздят, а третьи просто угорают и снимают этот процесс на телефоны. Переворот не удается, а в итоге Лула да Сильва, который имеет за плечами почти три года отсидки за коррупцию, становится президентом страны. Финита ля комедия, блять. В традициях жанра было бы резонно в итогах видео порассуждать с умным видом о том, что наркотрафик надо прикрыть, фавелы благоустроить, налоги выровнять, а клоунов из политики убрать, и все станет хорошо и аминь. Но изучив этот народ, я могу сказать, что просто не могу даже представить себе такую картину. Ведь тут со сложностью в том, что внутреннее состояние этой страны во всех аспектах как будто идеально отражает менталитет каждого отдельно взятого бразильца, который если любит, то до последнего вздоха, если устраивает карнавал, то яркий до слепоты, а если банчит наркотой, то так, чтобы вся Европа словила приход. Иначе говоря, представить себе Бразилию безо всех этих проблем так же сложно, как представить бразильца, который смеется в полголоса или уходит с вечеринки засветло, чтобы проснуться пораньше и прийти на работу вовремя. Бразилию называют страной полета курицы, потому как стремительный взлет ее экономики неизменно заканчивается столь же стремительными падениями. Это просто такие люди и такая страна. И как им стать другими, я не скажу, потому что не знаю. И никто не знает. И все. Ой, да, кстати, я обещал рассказать, что не так с шикарными пышными жопами бразильянок. Так вот, бразильская подтяжка с жопы. Это операция по откачиванию жира с нежелательных мест с последующим его направлением в задницу прекрасной дамы. Такую себе делала Ники Минаж, Ким Кардашьян, или вот эта бразильская красотка из Кейпа Дрейка. Ее придумал в середине 20 века бразильский хирург Иво Пентагай. А с 2015 по 2021 год их количество увеличилось на 77%. При этом каждая трехтысячная подобная операция заканчивается летальным исходом. Чтобы посмотреть про этот целый отдельный ролик, обязательно переходи на мой телеграм-канал по QR-коду или по ссылке в комментариях. Заранее большое спасибо и пока. О, и да, кстати, со мной впервые вышло максимально эксклюзивное интервью, в котором я ответил на огромное количество максимально острых вопросов. Там мы обсудили и деньги, и цыган, и СССР. И еще я ответил на то, когда будет ролик про Россию. Ссылка на это интервью в описании. Мне стало как будто бы, знаешь, отсосать тысячу хуев на глазах родной матери. Продолжение следует...